И вначале о том, что Су-24 потерпел крушение в Сирии, предположительно в результате обстрела с земли. Об этом сообщает Минобороны России. Бомбардировщик находился на высоте 6000 метров. Судьба наших летчиков уточняется. По предварительным данным им удалось катапультироваться. Также выясняются обстоятельства падения российского самолета. Минобороны отмечают, что все время полета бомбардировщик находился исключительно на территории Сирии. Это зафиксировано объективными средствами контроля. И прямо сейчас на прямой связи из Египта, где сегодня с визитом находятся глава Минобороны России Сергей Шойгу, мой коллега Артем Потемин. Артем, здравствуйте. Есть ли уже какие-то официальные комментарии? Да, Наиле, добрый день. Вы знаете, действительно, сейчас российская делегация военного верности находится в Каире с визитом. Естественно, последние события не могли сказаться на тематических переговорах. По крайней мере, пока официальный комментарий от российской делегации по поводу крушения самолета в Сирии не поступало. Неизвестно, как же еще одна. Действительно, российский Су-24. Так, например, некоторые агентства приводят информацию о том, что самолет по поводу крушения в результате действительно обстрела с земли. Находился он на остроте 6 тысяч метров. И по некоторым данным, действительно, это был самолет российской авиагруппы. Тем не менее, в российском военном верности подтвердили, еще раз указали на тот факт, что самолеты российской авиагруппы не покидали территорию сирийской арабской группы. Они практически не работают там исключительно по договоренности, не нарушая нищих государственных границ. Также была информация о том, что речкам удалось катапультироваться, пока их судьба неизвестна. Уже было объявлено, что Турция собирается обсудить ситуацию на редко-сирийской границе с НАТО и ООН. Кроме того, есть информация, что будет терпеть украшение самолеты в районе поселка Ямадин на территории Латакии. И якобы турецкие ВВС сбили его из-за нарушения воздушного пространства своей страны. На этот час мне пока все информации на или. Спасибо. Мы к вам еще вернемся. На прямой связи из Египта был мой коллега Артем Потемин.